всем привет я рад приветствовать вас на нашем канале сегодня наш второй выпуск я хочу вам представить видео обзор трехкомнатной квартиры по улице кубанская набережная в городе краснодаре давайте посмотрим что у нас получилось это квартира площадью 145 квадратных метров здесь мы сделали почти полную перепланировку заменили всю электропроводку заменили систему отопления вместе с отопительными приборами и подводящими к ним трубами а также сделали сантехническую разводку находимся мы сейчас с вами в кухне гостиной это помещение площади 55 квадратных метров большая часть стен в квартире выполнена под окраску красили здесь мы по флизелину это очень надежный армирующий материал который предотвращает появление усадочных микротрещин в процессе жизни для того чтобы не было видно швов мы их прошпаклевали перед окраской краска использовалась американской бенджамин мур наносится она в два три слоя также перед нанесением краски мы использовали грунт этого же производителя перед нанесением заколировали его цвет краски напольное покрытие здесь инженерная доска уложена рисунком французская елка уложена на фанеру стык доски с керамогранитом мы сделали без плинтуса для этого последний ряд керамогранита мы укладывали после монтажа инженерной доски примыкание конвектором также сделано без зазоров и стыковочных планок подогнано стык стык потолок во всей квартире из гипсокартона с нишами под шторы и светодиодную подсветку все ниши выполнялись методом фрезеровки гипсокартона что позволяет существенно снизить расход профиля и упрощает процесс отделки потолка освещение здесь также многоуровневое есть точечные светильники трековые люстры бра декоративная подсветка на кухне установлена нестандартная варочная панель с интегрированной вытяжкой вентиляционный канал для нее мы проложили за вот этой вот мебельной панелью и врезали в основную систему вентиляции также здесь для того чтобы придать функциональности коробу в котором проходят коммуникации была сделана такая оригинальная полка для хранения вина в этой зоне мы установили два внутрипольных конвектора один из них радиальный он полностью повторяет контур остекления изготавливается такой конвектор индивидуально на заводе по нашему лекалу так как мощность конвекторов небольшая они без перенудительной вентиляции мы добираем необходимую нам мощность для отопления этого помещения двумя вертикальными трубчатыми радиаторами это спальня здесь мы объединили балкон с комнатой получили большое светлое помещение площадь его 28 квадратных метров для того чтобы было больше света мы опустили парапет балкона до стандартной высоты окна 90 сантиметров также вынеслись сюда два стальных радиатора ниши под них выложили из газобетонного блока для хранения вещей спальни мы выделили две больших гардеробных эту стену мы построили из газобетонного блока установили раздвижные двери из массива дерева одна часть глухая другая раздвижная также в отделке стен здесь присутствует крупноформатный керамогранит им выложена тв-зона так как крупноформатный керамогранит имеет небольшие погрешности в геометрии для того чтобы уложить его максимально ровно мы использовали систему выравнивания плитки это большая ванная площадь ее 9 квадратных метров здесь мы установили отдельно стоящую ванную сделана она из литиевого мрамора очень тяжелая весит 180 грамм для подворки коммуникации к ней был сделан подиум также здесь мы сделали душевой поддон в строительном исполнении облицован он керамогранитом под дерево для того чтобы пол душевой выглядел более натурально плитку распилили вдоль на специальном оборудовании на три части сделали шов между плитками пять миллиметров и затерли эпоксидной затиркой визуально очень похоже на натуральное дерево смесители все встроены итальянской фабрики зучеки очень красивые так как одна из стен здесь наружно для того чтобы комфортно было принимать ванну мы уложили под плитку теплый пол регулятор установлен здесь стены облицованы крупно размерным керамогранитом и мозаикой керамогранит уложен в хаотичном порядке таким образом что ни один вертикальный шов не совпадает это было пожелание заказчика здесь будет установлена столешница из термодревесины с двумя встроенными раковинами сюда мы вынесли узел учета установили самопромывные фильтры грубой очистки над ними установили накопительный бойлер на случай отключения горячей воды эта ниша будет закрыта встроенным шкафом также здесь предусмотрены две вытяжки одна в зоне душевой другая над унитазом вытяжки с датчиком влажности и таймером задержки здесь мы установили водяной полотенцесушитель под ним установлены два встроенных отсечных крана это детский санузел он небольшой его площадь 4 квадратных метра здесь установлена отдельно стоящая акриловая ванна так как она находится недалеко от канализационного стояка нам удалось договориться с хозяином квартиры этажом ниже опустить тройник канализационного стояка в межэтажное пространство и поэтому это ванна установлена без подиума также здесь установлены встроенные смесители все той же фабрики изучите водяной полотенцесушитель инсталляцию для унитаза мы максимально утопили в стену чтобы не было большого выступа стены также облицованы крупноразмерным керамогранитом здесь будет установлена столешница из акрилового камня в нее будет встроенная раковина а под ней будет располагаться стиральная машина и система хранения двери здесь софия серия skyline шпонированный выглядит очень круто также обратите внимание как здесь мы сделали стык примыкания инженерной доски с плиткой стык с керамогранитом сделали через п-образный алюминиевый профиль с обрезанного края доски при монтаже сняли фаску поэтому резанный край выглядит как заводской это детская комната мебель сюда еще изготавливается плинтуса мы будем монтировать после установки мебели так как она будет встроена здесь у нас гардеробная в нее мы установили скрытую дверь софи под окраску также из этой комнаты еще есть балкон балкон мы утеплили установили здесь радиатор отопления установили теплые полы на полу уложена плитка способ укладки французская елка такой же как и способ укладки напольных покрытий в остальных комнатах стены под окраску потолок натяжной спасибо что досмотрели до конца стоимость всех наших работ на этом объекте составила 1 миллион 780 тысяч рублей если вы нуждаетесь в ремонте и вам нужна качественная реализация вашего дизайн проекта обращайтесь в нашу компанию и мы с радостью вам поможем всем пока до новых встреч